Всем привет! В эфире игровые новости от канала Игромания. Меня зовут Алексей Николаев, и в этом выпуске вы узнаете, кто может стать следующей жертвой хакерши Эмпресс, почему многие иксбоксы перестали работать в России. А еще мы расскажем вам сразу о двух интересных российских проектах и многом другом. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем! Как мы и предполагали, хакерша Эмпресс отправила ремейк Resident Evil 4 на торренты уже через три дня после начала тестирования. Причем оказалось, что она сломала новейшую, 18-ю версию защиты Denuvo и дала намек на свою следующую жертву. Это английская поговорка «third time is a charm», что означает «на третий раз повезет». Но как ее разгадать? Цифра 3 возможна к тому, что это будет третья взломанная игра в этом году, если не считать кряк полного издания Вальгалы. Также среди игроков есть мнение, что это может быть намек на зомби-экшен Dead Island, который несколько раз переделывали. Правда, студии, которые его делали, было четыре, а не три. А вообще любители халявы больше всего ждут от Эмпресс взлома Star Wars Jedi Survivor. И на первый взгляд может показаться, что к этой игре поговорка вообще никак не подходит. Однако слово «чарм» на самом деле очень многозначное. Его можно перевести как «шарм» или «очарование». Поэтому дословно фраза может звучать как «третьим будет очаровашка». Ну а Кэл Кэстис, главный герой Star Wars Jedi, под это определение очень даже подходит. Если есть свои догадки, пишите в комментариях. Все в тех же комментариях нас регулярно спрашивают, почему мы молчим насчет ошибки, преследующей российских пользователей Иксбокса. Мол, это же кошмар, и вам обязательно надо о нем рассказать. Ну ладно, уговорили. Исправимся. Действительно, российские Иксбоксы, особенно те, что не прошли сертификацию Ростеста, выдают ошибку о том, что данный регион не обслуживается. Многие уже решили, что все, и Майкрософт окончательно закрутила гайки. Однако наши коллеги из GameMaga провели расследование и выяснили, что ошибка эта появилась совершенно случайно, вероятнее всего из-за оптимизации облачных сервисов Майкрософт. После пандемии их популярность снизилась, поэтому сейчас там проводят большие реформы с целью сокращения расходов. И вот появляется ошибка. Однако ее внезапно никто не чинит. Потому что затронула она в основном российских пользователей, а этот регион официально не обслуживается. И начать ее чинить означает признаться, что санкции дутые, и что компания не хочет терять игроков из России. Плюс к этому кризис сильно подкосил игровое подразделение Майкрософт. Его тоже начали оптимизировать и сокращать. Сотрудников увольняют, урезают бонусы, и сейчас там творится такой хаос и бардак, что на решение проблем российского региона всем попросту наплевать. А потому ждать решения ошибки в ближайшее время не стоит. Такие дела. Жанр ММО, который одно время чуть ли не вымер, постепенно начинает снова оживать. И не только благодаря азиатским разработчикам. Компания Amazon объявила, что все-таки сделает онлайновую игру по «Властелину колец». Первая попытка была предпринята еще в 2019 году. Но когда китайский гигант Tencent купил студию разработчика, они разругались с Амазоном и закрыли проект. На этот раз сделать игру будет собственная студия Амазона. Та самая, которая сделала достаточно успешную онлайновую игру New World. Кстати, на экране вы видите кадры именно оттуда. Просто потому, что у проекта по «Властелину колец» пока есть только логотип. Состоялся релиз головоломки Humanity. Если в детстве вам не довелось поиграть в культовых леммингов, стоит восполнить этот пробел. Кстати, кто не знал, это был один из первых проектов студии Rockstar. Критики ставят Humanity очень высокие оценки. На метакритике у нее в среднем 84 балла из 100. Да и простые игроки тоже в восторге. Больше всего им нравится главный герой — светящаяся собачка породы Сибаину, которой необходимо спасать толпы людей в очень странном и опасном мире. В общем, пусть это и не блокбастер, но все равно один из самых важных релизов этого месяца, который стоит взять на заметку всем, а не только любителям головоломок. А чем порадуют нас российские разработчики? Пермская студия Мортежка, создатели Черной книги, анонсировали свой новый проект под названием «Лихо одноглазое». Нас снова встретит мрачный мир славянских сказок. Жил-был кузнец, у которого все было хорошо. И вот он подумал, а неплохо бы поискать себе на шею неприятностей, и отправился в лес искать страшное «Лихо» неясного происхождения. На пути ему попался портной, у которого тоже все было хорошо. И он тоже решил, что было бы неплохо добавить в свою жизнь немного ужаса и отчаяния. И пошли они искать «Лихо» вместе. Такое вот оптимистичное и жизнеутверждающее начало. А по жанру, как вы уже догадались, нас ждет мистический хоррор. Полноценная озвучка будет только на русском языке. Всем прочим, придется обойтись английскими субтитрами. Релиз, если верить студии, состоится уже скоро. И еще один российский проект «Waterfall». В недалеком будущем на Луне случилась загадочная гравитационная аномалия, и вся вода на планете поднялась на высоту в 10 километров. Главная героиня путешествует, ища новое место для своего поселения. На пути ей встречаются другие выжившие, странные мутанты и внезапные инопланетяне, которые, похоже, весь этот бардак и устроили. Игра выглядит просто замечательно. Но, похоже, впереди еще много работы. Поэтому о дате релиза говорить пока преждевременно. Многие используют возвраты в Стиме в качестве замены отсутствующей демо-версии. Но это неудобно. Надо следить за временем, да еще и деньги туда-сюда переводить. При этом разработчикам очень сложно делать отдельные демо-версии. На это тратится много времени. Да и к тому же такие демки часто используют пираты, чтобы обходить защиту Денува. Поэтому в Стиме решили это дело упростить. И первой ласточкой стала демка-ремейка Dead Space. Это полная версия проекта, но с ограничением на полтора часа игры. Судя по всему, это пока лишь эксперимент. И на примере Dead Space Стим будет тестировать всевозможные подводные камни. И уже по итогам принимать решение, делать эту фишку массовой или нет. Так, пожалуй, на сегодня это все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Не забывайте поддерживать канал лайками, пишите комментарии. И до встречи в четверг. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok